МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На все вопросы, в том числе и наших слушателей, и телезрителей, пришли ответить. Александр Федорович Иванников, проректор по воспитательной и социальной работе Тверского государственного технического университета. Здравствуйте. Добрый день. А также у нас сегодня в студии ответственный секретарь приемной комиссии Тверского государственного технического университета Леонид Геннадьевич Григорьев. Я очень рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, номер телефона в студии 300-190. Смотрите, слушайте, задавайте вопросы, мы ответим на все. Итак, главное, родители и, конечно, их дети сейчас находятся в напряжении, потому что ждут результатов ЕГЭ только известен русский язык сейчас. Речь идет о тех детях, которые собираются поступать на высшее образование, то есть вузы. И вот как вы считаете, в этом году, значит, и в связи с пандемией, в общем-то, достаточно сейчас очень сложная ситуация, расскажем нашим телезрителям и радиослушателям, каким складывается этот год в плане высшего образования, поступления, еще и учитывая то, что нашим детям пришлось учиться дистанционно с марта месяца. Вот что по этому вопросу скажете, Леонид Геннадьевич? Каждый год непростой. Но прием вузы даже был в годы Великой Отечественной войны, и поэтому вузы работают десятилетиями, а некоторые столетиями, как наш вуз. И поэтому каждый год новые абитуриенты должны вливаться в дружную семью студентов. Особенности приема этого года, они определены Министерством высшего образования и науки в специальных рекомендательных письмах, которые пришли во все вузы. И если кратко эти особенности озвучить, то они таковы. Ну, во-первых, изменились сроки приемной кампании, но об этом, наверное, все знают и родители, и уже и дети. Поскольку сдвинулись сроки ЕГЭ, то и изменились сроки поступления в вузы. Если раньше, 26 июля, заканчивался прием, главной категорией поступающих это те, кто поступает на программу бакалавриата, специалитета, очная форма, бюджет, то теперь во всех вузах России прием документов продлен до 18 августа. Это единая дата для всех вузов. Чтобы ребята могли спокойно сдать ЕГЭ, а не только русский язык узнать результаты, получить результаты и еще подумать, выбрать вузы. Соответственно, и зачисление, оно тоже сдвигается, и где-то должно в конце августа завершиться. И в общем, в штатном режиме 1 сентября вузы должны начать учебный год. Значит, помимо изменения сроков приемной кампании, изменился характер работы приемных комиссий. То есть в вузах организовано дистанционное взаимодействие с абитуриентами. То есть в этом году документы принимаются обычно через сайт вуза, через соответствующие ресурсы. И у нас в техническом университете, и во всех вузах я знаю. Но поскольку наши школьники недавно уже компьютеризированы, опыт показал, что никаких проблем с подачей документов онлайн не возникает. Также ведь вузы проводят и внутренние вступительные испытания. Есть такие категории, кто может их сдавать. Мы об этом еще попозже поговорим. То вот эти внутренние вступительные испытания проводятся не в аудиториях университета, а также в виртуальном пространстве, скажем так. И в этом есть наверняка плюсы. Некоторые считают, что психологически, может быть, вот так легче сдать вступительные испытания. И, наконец, еще одна вещь. На протяжении многих лет важнейшим таким инструментом зачисления абитуриента на первый курс было предоставление им оригинала документов образования. Либо аттестата, либо диплома колледжа. По понятным причинам это требование в этом году отменено. И вот знаком, позволяющим, так сказать, абитуриента зачислить в ВУЗ, будет теперь заявление о согласии на зачисление. Оно было раньше. Но в этом заявлении абитуриенты должны указать обязательство представить оригинал документа о высшем образовании в течение обучения на первом курсе. Вот уже месяц работают приемные комиссии УЗов. Пока все в штатном режиме. Наверное, какие-то сложности возникнут ближе к зачислению. Но сотрудники ВУЗов с оптимизмом смотрят конструктивно. Конечно, полны желанием помочь абитуриентам, их родителям. И сразу скажу, что в режиме консультации приемные комиссии работают в нашем техническом университете. Все желающие могут прийти в соблюдение всех мер безопасности и получить ответы на все вопросы. Так что жизнь продолжается. И я думаю, что не стоит сильно переживать и родителям, и абитуриентам, что все у вас получится, бюджетные места выделены, приемные комиссии работают. Нужно просто, так сказать, спокойно, прагматично подойти к процессу поступления. А если что-то непонятно, то обращаться в приемные комиссии. Приемные комиссии существуют для того, чтобы оказывать консультативную помощь. Потому что я знаю, иногда абитуриенты, родители стесняются позвонить в приемную комиссию. Как-то нарушить режим ее работы своим звонком или показаться, может быть, несведущим. Я всегда говорю, что мы существуем для того, чтобы вас консультировать. Поэтому при малейшем вопросе, может быть, он кажется самым глупым. И вы стесняетесь его задать. Конечно, обращаться. И тогда все будет хорошо. Александр Федорович, есть что добавить? По поводу обращений, могу только сказать, что помимо телефонного звонка в приемную комиссию можно достучаться и через сеть интернет. У нас есть представительство и в крупной сети ВКонтакте. И специалисты, наши сотрудники регулярно отвечают на все вопросы, которые поступают в сообщения группы. Это, безусловно, и электронная почта. То есть по любым каналам связи, которые только у нас есть, мы всегда даем квалифицированный и быстрый ответ. Стараемся это сделать. А что касается школьников, конечно, не только школьники у нас начали учиться дистанционно с марта, но и студенты. В нашем университете ВУЗ сделал все возможное для того, чтобы система обучения была налажена. Она была налажена в первые буквально одну-две недели, когда началась эта сложная ситуация. Поэтому преподаватели выходили на связь и через электронную почту, и были конференции лекций в Зуме, в Скайпе. И, конечно, работает образовательная среда университета цифровая, через которую, собственно, и будут проводиться вступительные экзамены, о которых мы чуть позже поговорим. Поэтому все для того, чтобы ребята получали образование, несмотря на ту ситуацию, которая происходит вокруг. Добавлю еще маленький момент. Помимо возможности подать через сайт ВУЗы документы, сейчас решено и с помощью почты России это делать. Пока еще мало абитуриентов этим воспользовались. Но родители и ребята должны знать. Это новое письмо министерства было, что теперь разрешили и по почте России документы направлять. Можно этим каналом воспользоваться. Вот смотрите, сейчас не сдавали ребята ЕГЭ, те, которые собрались поступать в колледжи. И, насколько мне известно, там, в общем-то, конкурс растет, средний балл по аттестату достаточно высокий. Значит ли это, что интерес к высшему образованию немного снижается? Или, может быть, дети пошли по наименьшему пути сопротивления, мол, в общем-то, непростой был период, может быть, засомневались в своих силах. И поэтому решили подстраховаться и 100% поступить, например, на хорошую такую профессию в колледж. Вот в этом смысле высшее образование, среднее образование, какая сейчас складывается ситуация? Дело в том, что что сейчас происходит, это продолжение процессов, которые раньше начали происходить. То есть еще несколько лет назад государство обеспокоилось тем, что слишком большая доля выпускников школы идет получать высшее образование. Что на рынке труда нужны специалисты среднего звена, а таких специалистов готовят в колледже. И был принят ряд эффективных мер для того, чтобы перенаправить поток старшеклассников из школы не в ВУЗ, а в колледж. Упростили правила поступления в колледжи, то есть ЕГЭ сдавать не нужно, много бесплатных мест, конкурс аттестатов. И в то же время постоянно усложнялись правила поступления в ВУЗы. ЕГЭ, пороги повышались, ввели профильную математику, сокращались бюджетные места, закрыли филиалы и так далее. И эта политика дала свои результаты. В последние годы резко возросла доля старшеклассников, которые идут в колледж. И вот эти события, связанные с пандемией, лишь усилили этот процесс. Но говорить здесь о том, что стало меньше котироваться высшее образование, или что-то говорить про образование в колледже, которое необходимое колледже, это замечательная профессиональная образовательная организация, они нужны обязательно. Но здесь нужно сказать, ведь эти ребята, которые сейчас пошли после в колледж, значительная часть из них потом придет в ВУЗ. У них просто будет своя. На этом чуть-чуть мы заканчиваем. Хорошо. Прерываемся на небольшую рекламную паузу. Встретимся через несколько минут и продолжим наш интересный разговор. А мы снова в студии темы дня. Говорим о высшем образовании, о приемной кампании, в частности, в Тверском государственном техническом университете. Сегодня с нами на все вопросы отвечают Александр Федорович Иванников и Леонид Геннадьевич Григорьев. Номер телефона 300-190. Звоните, задавайте обязательно. Пользуйтесь этой ситуацией. Дорогие наши радиослушатели и телезрители. Ну а мы с вами остановились, что те люди, которые приходят в колледж, потом в конечном итоге принимают решение подать документы. И в том числе прийти к вам в Тверской государственный технический университет. Леонид Геннадьевич, по каким причинам? Дело в том, что и колледжи, и УЗы, они дополняют друг друга в образовательном пространстве. И сформировалась многоуровневая система образования, которая много уже говорит. И поэтому есть такое красивое слово индивидуальные образовательные траектории. И сказать по-простому, кто-то пойдет в УЗ после 11 классов, а кто-то пойдет в колледж и через какое-то время придет в УЗ. И в этом варианте очень много преимуществ. Вообще известно, что выпускники колледжа обладают такой привилегией, что они могут поступать в УЗ, не сдавая единый государственный экзамен. Они имеют право выбора. Можно сдать ЕГЭ, а можно сдавать внутренние испытания. Еще одно преимущество. Выпускники колледжа могут учиться по ускоренной образовательной программе. С учетом того, что немало знаний они уже получили. Так что те ребята, которые в этом году поступают в колледж и получат среднее профессиональное образование, через какое-то время, а это будет зависеть от их личных обстоятельств, придут в УЗ. Понятно. Но вот в число популярных ВУЗов на сегодняшний день входит и Тверской государственный технический университет. В этой связи хочу задать вопрос. Александр Федорович, какие популярны сейчас направления? Сколько вообще сейчас факультетов в вашем университете? И дайте в целом, какая перспектива у вас сегодня? Ну, в техническом университете у нас шесть факультетов. Шесть факультетов. Очного. Очного обучения. Факультет, точнее, институт дополнительного и заочного образования, где учатся заочно. И факультет международного академического сотрудничества. Там, где проходит обучение, наши иностранцы, которые приезжают к нам в страну получать образование. Да, порядка 25 стран представлено на данный момент. Более 300 студентов иностранцев учатся у нас в ВУЗе. Это, кстати, уникальная возможность для поступивших, потому что учатся они в одной группе вместе с российскими студентами. Уникальная возможность такой межкультурной коммуникации, которая происходит и на занятиях, и в процессе внеучебной деятельности. Но сейчас, наверное, не об этом, а о тех... Но это тоже плюс. Но это тоже плюс. Те направления специальности, которые сейчас наиболее популярны, конечно, в последние годы семимильными шагами увеличивается спрос на факультет информационных технологий. Это все специальности, связанные с IT. Это и прикладная информатика, информатика-учительная техника, информационные системы и технологии, программная инженерия. Очень интересно, очень много сред применения тем знаниям, которые ребята получают на факультетах. Но, конечно же, традиционные направления также очень популярны. Это строительство, это электроснабжение, это техносферная безопасность. Хочется отметить, что в нашем ВУЗе очень сильное направление химической технологии. Именно по химическим технологиям, по биотехнологиям мы входим в предметный рейтинг интерфаксов топ-30 по России. И, безусловно, также очень популярные направления и специальности, которые у нас есть на факультете управления социальных коммуникаций. Это экономическая безопасность, уникальная специальность, которую предлагаем в нашем регионе только мы. И она все больше набирает обороты. И она набирает обороты, конечно. И это психология служебной деятельности, это и социология, очень сильные педагогии, очень сильные научные школы. И поэтому спектр очень широкий. А вот, Александр Федорович, а технология и, значит, что там, продукция общественного питания? Да, это новое направление, технологии и продукции общественного питания. Собственно, мы планируем выпускать технологов, которые будут отвечать за пищевые, в том числе пищевые производства, в наших ресторанах, в предприятиях. На предприятиях, да. Очень хорошая база, база на химико-технологическом факультете. В этом году у нас осуществляется прием пока только на заочное обучение, но мы рассчитываем, что буквально со следующего года у нас будут и места для абитуриентов, которые хотят учиться очно. Кто приходит на заочное обучение? На заочное обучение приходят ребята, и которые закончили 11 классов, конечно же, да. Ну, вот Леонид Игнатьевич, наверное, больше. И те, кто разный совершенно, да. Да, то есть, у нас есть такой замечательный политех вуз для всех, или политех у все возрасты покорны. Да, то есть, заочная форма, она востребована самыми разными, так сказать, когортами, поколениями абитуриентов. Кто-то после школы, потому что нет возможности учиться очно. Бывают люди уже зрелые достаточно, которым нужно повысить квалификацию или в соседнюю сферу перейти. То есть, желающих учиться заочно так много, что факультет в свое время преобразовали в институт заочного и дополнительного профессионального образования. И здесь не удержусь, скажу, где еще 195 бесплатных мест. То есть, понятно, что бесплатные места бывают на очной форме. Их достаточно много на заочной. И, в общем, вот эта проверенная временем заочная классическая форма, обогащенная современными дистанционными технологиями, оказывается очень востребованной в наше время. Это не связано с пандемией. Так было всегда, потому что есть люди, которым нужно получить образование определенного профиля, определенного уровня. У них нет возможности учиться очно по самораженным причинам. И заочная форма обучения очень-очень востребована. А вот еще важный момент. То есть, мы с вами по поводу распространения коронавируса и как вы работаете уже, в принципе, понимаем ситуацию, что вы готовы ответить на вопросы и дистанционно, и можно будет обратиться, позвонить, прийти. И даже в социальных сетях тоже огромный плюс. Теперь важный вопрос. Насколько факультетов и направлений, то есть специальностей, можно одновременно подавать документы? Давайте поговорим о вашем ВУЗе. И в нашем, и сразу же во всех ВУЗах. Это правило, которое регламентируется министерством. Каждый абитуриент может подать документы максимум в пять ВУЗов, а внутри ВУЗа на три образовательные программы. То есть на три направления, на три специальности. Примительно к нашему политеху, мы все равно так называем наш ВУЗ с любовью. Это могут быть специальности на разных факультетах или на одном факультете. Их должно быть не больше трех. Три заявления, скажем так. И до 18 августа идет процесс подачи заявлений. Более того, до 18 августа можно заявление менять. Допустим, сейчас подали. Передумали. Передумали. Это не значит, что выбрали и все. Да. Получили результаты ЕГЭ, получили какую-то новую информацию. То есть до 18 августа можно разные действия с этими заявлениями осуществлять. Но вот наступит 18 августа, закончится прием. Именно вот эти три заявления, которые на 18 августа будут действительными, они станут основой дальнейшего поступления уже для зачисления потом. Можно ли сейчас поступать, я имею в виду в этом году, на целевое обучение? Во-первых, что это значит и что нужно сделать для этого? Это такая, с одной стороны, традиционная технология поступления. Но год назад вышло новое постановление правительства, которое внесло изменения в эту технологию. Смысл этой технологии в том, чтобы обеспечить предприятия и организации с квалифицированными кадрами. Чтобы соединить выпускника и организацию. Если организация или некий абитуриент хотят поступать в рамках системы целевого обучения, они должны между собой заключить договор о целевом обучении. Организация и будущий студент. И когда абитуриент приходит в ВУЗ, к обычному набору документов прилагает копию этого договора, это дает основание ему поступать на целевые места. По каждой специальности или направлению подготовки, где есть бюджетные места, выделено определенное количество мест для целевого обучения. На сайте в плане приема есть прям отдельный столбец, где это можно увидеть. И сразу обращусь к нашим телезрителям, что если вы размышляете над тем, чтобы пойти учиться в рамках этой системы, то обратитесь к нам и подскажем, как этот договор оформить, типовой договор покажем. То есть нужно организацию найти, которая готова... Да, но это не любая, может быть, организация. Должна быть государственная организация с государственным участием. Тут много нюансов. А этот перечень жестко неопределен. То есть самые разные организации из региона, из других регионов они могут быть. Поэтому я просто хочу сказать, что если нас слушают те, кто задумывается, а не поступить ли в рамках целевого приема, то обратитесь к нам в ВУЗ, приемную комиссию, по любому из этих многочисленных информационных каналов, которые мы искали, мы подскажем, как это сделать, чтобы у вас все получилось, и вы стали целевиком. А наш номер телефона 3190. Звоните, задавайте свои вопросы. А давайте теперь очень такой острый вопрос обсудим, связанный с бюджетными, платными местами. Какие категории сейчас могут учиться за счет государства? И отдельно по тем местам, которые есть для школьников, бывших, абитуриентов, которые готовы платить за обучение. И дорого это или нет? Всего в университете в этом году у нас около 900 бюджетных мест по всем формам образования. То есть это бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Но если говорить про те места, которые актуальны для наших выпускников этого года, это, конечно, бакалавриат и специалитет, это порядка около 500 мест бюджетного. И достаточное количество мест по платному зачислению. И на самом деле, скажем так, успешно сдав ЕГЭ, подав заявление, подумав на ту специальность, на то направление, которое, например, платно хотел бы абитуриент учиться, на самом деле шансы поступить достаточно высокие. Ну и те образовательные программы, которые сейчас у нас предлагаются, они, самое главное, даже на платном обучении, они настроены на реальный сектор экономики, и они настроены на взаимодействие с крупными промышленными предприятиями. Если мы говорим об экономике, это экономика управления производством. Если мы говорим о психологии служебной деятельности, это работа в силовых структурах. То есть вот эта особенность политеха, она на самом деле как раз из года в год и привлекает абитуриентов именно на эти направления специальности, даже если они на платной основе. Ну а если говорить о суммах, да, конечно, их можно посмотреть на сайте нашего университета. Стоимость образовательных программ определяется Министерством науки и высшего образования. Здесь мы, собственно, выполняем волю учредителя. В этом году цены на образование не повышаются, опять же, по просьбе министра образования. Это, наверное, все связано с экономической ситуацией. Это связано с экономической ситуацией. Опять же, хотим, наверное, успокоить тех телезрителей и радиослушателей, которые бы хотели поступить платно, но не понимают и не знают, наверное, как будет развиваться экономическая история у них в семье. Очень гибкая политика. На заочном обучении, например, оплата идет по квартально. Подход индивидуальный. На заочном, а на очном сразу? На очном по семестрам. А по семестрам. Но тоже, возможно, варианты. Гибкая политика. Поэтому, если реальная проблема есть у наших студентов, абитуриентов, конечно. Ну вот смотрите, сейчас в основном, конечно, стараются так хитро поступить. Давай с тобой попробуем на бюджет, до последнего как-то дотянем. Но в случае чего-то дана платная. И тут может другой вопрос возникнуть. А есть ребята, которые изначально для себя принимают решение, что вот мы идем за деньги учиться. Значит ли это, что потом это будет расти как какой-то надувной шар и хватит ли всем места именно в плане финансового? Да, понятен вопрос. Его, кстати, очень часто задают и абитуриенты, и родители. Дело в том, что ВУЗ, опираясь на опыт приемных компаний прошлых лет, обычно планируют платное обучение в таком объеме, чтобы все желающие, которые преодолели пороги ЕГЭ, могли поступить платно. И я вот говорил, что можно подавать три заявления ВУЗ. Три заявления на бесплатно и три заявления на платно. Счет идет отдельно. И поэтому поведение абитуриентов различно. Кто-то подает на бесплатно, но на всякий случай подает на платно заранее подстраховаться. А кто-то, исходя из разных соображений, может быть, туда, как он поступает, на этой программе нет бесплатных мест, или считает, что у него совсем небольшие баллы ЕГЭ, кто-то сразу подает на платно. Но в любом случае, если поступающие преодолели пороги ЕГЭ, которые в этом году повышены, мы, наверное, сейчас немножко про это скажем, то, в общем, шансы поступить у всех велики. К тому же, мы тоже об этом должны сказать, всегда сохраняется возможность перевестись потом на бесплатные места. Если освободится место, такое бывает, и человек будет учиться без строек, то ВУЗ заинтересован даже. Потому что некоторые думают, что нас будут держать на платных местах, ни в коем случае не переведут. Это заблуждение. ВУЗ заинтересован. И учитель нас нацеливает на то, что максимально платников приведет на бюджетные места. И плюс ко всему, мы поддерживаем тех студентов, которые учатся на платном обучении. Для них все возможности инфраструктуры ВУЗа, внеучебных мероприятий, спортивной работы, поездки на форумы, на различные мероприятия, такие же, точно, как для тех студентов, кто учится на бюджетных местах. Здесь мы не делаем никакой разницы между студентами. Даже преподаватели, насколько я знаю, не знают. И преподаватели при поступлении, конечно, то есть при поступлении, когда занимаются с группой, и они не знают, если студент сам об этом не рассказал, они не знают о том, и поэтому отношение к студентам совершенно адекватное, одинаковое. И платники становятся героями политехи, и входят в сборники лучшие выпускники ВУЗа, и поступают в обучение в магистратуру. Это вовсе не значит, что за деньги, значит... Ну ладно. Значит, какой минимальный порог поступления ВУЗа? Это очень-очень важный тоже вопрос. Вообще изначально вот эти пороги... Порог означает, что человек успешно сдал единый государственный экзамен. То есть удовлетворительно. Мы не говорим никакую оценку. И порог — это то, что вписано в самую нижнюю позицию, да? То есть баллы вот эти. Это, ну допустим, просто начнем с примера. Порог по математике всегда был 27. То есть если ты на математику сдал на 27 профильную, то значит, ты успешно сдал ЕГЭ, и можешь поступать в ВУЗы. А потом его повысили, поскольку мне известно. Да. Но дело в том, что учредитель имеет право повышать пороги. Учредитель нашего ВУЗа и многих других — это Министерство высшего образования и науки. И если вообще базовый порог 27, и есть ВУЗы, где такой порог 27, то в ВУЗах, учредители которых Министерства образования, пороги были повышены. По математике теперь 39, я обращаю на это внимание. По обществознанию не 42, а 44. По физике, истории, русскому языку 40. То есть они повышены, и абитуриенты должны знать. И это важно для абитуриентов прошлых лет. Потому что даже если человек сдавал ЕГЭ в прошлые годы, допустим, у него была математика 30. И он бы поступил в прошлом году, да? Но для всех действует порог этого года. Даже если вы ЕГЭ сдавали в прошлые годы, а за 5 лет действительно мы сейчас тоже про это скажем, да? То действует порог этого года. Поэтому это нужно знать. Пороги вывешены на сайте. Узнать про это можно тоже по всем информационным каналам, которые задействованы ВУЗом. Вот это достаточно важно. Но если человек преодолел пороги, значит, его знания удовлетворяют требованиям, предъявляемым Министерством высшего образования и науки. Значит, он может поступать в ВУЗ как минимум на платной основе. Но мы, конечно, желаем поступить на бесплатно. А можно ли, если, например, не преодолен вот этот порог, о котором мы с вами сейчас говорили, например, человек может сдать какой-то внутренний экзамен у вас в ВУЗе? Как это выставить? Давайте об этом поговорим. Начнем с ЕГЭ. ЕГЭ действует 5 лет. То есть в этом году принимаются результаты ЕГЭ, начиная с 2016 года. Бывают абитуриенты, у которых результаты за несколько лет, и их можно комбинировать. Например, по математике взять за один год, по русскому за другой. Ну, выбрать самое лучшее, что называется. Прекрасно. Но на сайте у нас много информации про внутренние испытания. И часто нам обращаются родители абитуриента, что это за внутренний экзамен, а можно мы пересдадим. Здесь мы должны, может быть, огорчить 11-классников вчерашних, что те, кто закончил школу, среднюю, поступают только по результатам ЕГЭ. И заменить ЕГЭ внутренним наступительным испытанием невозможно, за исключением двух случаев. Если это ребята с ограниченными возможностями здоровья, и если это иностранные граждане. Вот тогда можно вместо ЕГЭ сдавать внутренние. А главный контингент абитуриентов, которые могут вместо ЕГЭ сдавать внутренние экзамены, это как раз вот те самые выпускники колледжей, которые пошли после 9-го или после 11-го класса получить замечательное среднепрофессиональное образование. Потом, наконец-то, решили прийти в ВУЗ. И вот у них есть такое право выбора. То есть они, если хотят, то могут заявить результаты ЕГЭ, а если хотят, то могут сдавать внутренние испытания. И тоже могут комбинировать. Они могут по какому-то предмету, допустим, по русскому языку, представить результаты ЕГЭ, а математику или физику сдать в форме внутреннего наступительного испытания. Но я напомню, что в этом году они проводятся в дистанционном формате. Вот, Александр Федорович, вот есть интересный вопрос. Допустим, у нас же разные периоды по рождаемости. Были у нас демографические ямы, сейчас мы более-менее начинаем выправляться. Вот, например, как я понимаю, если вы с толкой рождаемость, то, соответственно, и конкурс выше. А вот 2020 год, он вот какой? Ну, получается, те, кто поступает, если мы берем основной контингент, это где-то 2002-2003 год рождения. Ну, мы же из демографической ямы постепенно с 2000 года начинаем выбираться, и это ощущается по количеству человек, которые сдают в целом ЕГЭ, мы наблюдаем, да, то есть 4500, если мы говорим про наш регион, 5000, 5500, то есть постепенно это количество студентов, будущих абитуриентов увеличивается. Но увеличиваются и бюджетные места, и мы знаем, что и президент нашей страны, собственно, поручил, начиная с 2020-2021 года, поэтапно увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах, как, собственно, мы с вами находимся в Тверской области, не в Москве. Поэтому вот это увеличение числа абитуриентов, я думаю, во-первых, оно, ну, скажем так, нивелируется тем увеличением бюджетных мест, которые будут в вузах, но мне бы хотелось заострить, наверное, внимание не на общем соотношении бюджетных вузов и абитуриентов, а на соотношении тех бюджетных мест с определенными наборами ЕГЭ, которые выбирают наши школьники. А, то есть какие предметы в основном сейчас дают, да? Потому что это ключевой момент, да, то есть сейчас, если наши слушатели, зрители следят за информационным полем, то регулярно идет статистика по тому, какое ЕГЭ, сколько человек выбрало. И вот на данном этапе порядка полутора тысяч, например, выбирают физику, а порядка четырех тысяч наших абитуриентов выбирают общество знания для сдачи ЕГЭ. А в вузах ситуация диаметрально противоположная, то есть количество бюджетных мест с набором математика, физика и русский язык очень большое в регионе, в разы больше, чем с другими наборами ЕГЭ. И здесь как раз вот тот самый разрыв мы ощущаем, разрыв, скажем так, желания сдавать физику и возможностью поступления. То есть возможность поступления с экзаменом по физике намного больше в наши вузы, технические в частности, чем с другими наборами ЕГЭ. А по некоторым наборам, по некоторым, скажем так, направлениям подготовки бюджетных мест в регионе нет вообще. Поэтому вот такая ситуация складывается. Ну, дело в том, что я просто добавлю, то есть шансы поступить в вуз на бюджетные места ныне зависят не только от количества баллов ЕГЭ, а от того, какие предметы были сданы. И в этом плане самый перспективный набор, мы уже обращаемся к тем, кто будет в следующем году поступать через год. Это тоже, да, самая перспективная работа – это русский, математика, физика, русский, математика, химия, русский, математика, биология, то есть естественные науки, информатика, безусловно, да. К сожалению, такие наборы популярны, как русский язык, математика, общество, знание, русский язык, история, общество, знание. Меньше шансов для поступления в силу того, что государство традиционно выделяет мало бюджетных мест на образовательные программы, связанные с таким набором ЕГЭ. Достаточно сказать, что в этом году в Тверском регионе ни в одном вузе нет ни одного бюджетного места по укрупненной группе специальностей экономико-управления. Это очень печально. То есть, получается, что эти дети будут подавать свои документы в вузы? В столичные вузы, да. А здесь могут только обучаться те, у кого есть финансовая возможность. Да, это очень печально, но мы рассчитываем, что вот об этом говорил президент и министр образования, что со следующего года начнется планомерное увеличение бюджетных мест в региональных вузах. То есть, государство решило задачу перенаправить побольше старшеклассников в колледжи. Сейчас оно спохватилось, что надо и вузам уделить внимание, и вот со следующего года начнется. Но этот год достаточно сложный для тех, кто сдавал общество знания, для тех, кто сдавал историю. А по химии я вообще молчу. И здесь наш вуз может предложить на самом деле решение проблемы, потому что мы понимаем нехватку педагогов в тверских школах именно по физике. Поэтому у нас есть центр доузовского образования, где ребята, да, платно, но очень демократичные цены, могут в группах получать дополнительные знания по физике, подготовиться к единому госэкзамену. Как по подготовительной неделе. Экзамен доузовской подготовки. Вот это и есть. Вот он у нас тогда называется. И, собственно, там ребята могут, начиная с 10-го, в 11-м классе, прийти и получать вот это дополнительное знание, которое им позволит на хорошем уровне сдать ЕГЭ по физике, химии, информатике и остальным предметам. Безусловно, это взаимодействие со школами. Есть профориентационный проект «Перспектива 21 века». Мы его реализуем вместе с несколькими школами города Твери. И больше и больше школ присоединяется. И это и экскурсии, и какие-то дополнительные мастер-классы. И проекты. И проекты. То есть мы стараемся каким-то образом, да, просветить наших ребят, что инженерное образование, на которое вот наибольшее число бюджетных мест выделяется, оно очень перспективно. Мы ничего с вами не сказали про льготы. То есть мы в основном говорим о том, что вот баллы ЕГЭ, то есть у нас такая независимая картина, но есть отдельная категория поступающих. Да, это то, что не меняется даже в период пандемии, да. Это классические такие правила приема, что есть категория абитуриентов, имеющие право, раньше это называлось вне конкурсное поступление, а сейчас называется особая квота. Здесь две главные категории. Это дети-сироты и дети, оставшиеся в предпочтении родителей. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды прежде всего. Есть еще третья категория ветерана боевых действий, но это заочная форма обучения обычно. То есть они вне конкурса. Они поступают, но они вне конкурса на определенное количество мест, которые выделены. Вот мы уже упоминали целевые места, целевую квоту, а есть еще особая квота. В плане приема она тоже выделена. И здесь я вновь к нашим телеслушателям и радио-телезрителям, простите, радиослушателям обращусь, что если вы планируете поступать в ВУЗ, в любой или в наш технический университет особенно, и считаете, что вы имеете право на льготу, заранее обратитесь в приемную комиссию, ну, по любому информационному каналу, чтобы мы проверили заранее, все ли у вас документы в порядке, подсказали, какие документы еще создать. То есть мы с такими абитуриентами работаем индивидуально и стараемся максимально комфортные условия для поступления им создать. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь, такое тоже бывает. А что мы можем сказать еще ребятам по поводу дополнительных очков, баллов, которые могут, скажем так, его поднять в рейтинге, волонтерские организации, участие ребенка в этих, ну, какие-то, может быть, олимпиады или еще что-то? Ну, по олимпиадам, да, Леонид Геннадьевич, волонтерские организации начнем. Давайте начнем с волонтерских. Это очень актуально сейчас. Участие в волонтерской деятельности, конечно, поощряется и государством, и нашим вузам. Дополнительно ребята, которые предоставили в приемную комиссию либо волонтерскую свою книжку, ну, в данном случае копию, да, дистанционно, своей волонтерской книжки, либо выгрузку с сайта Доброволец России, могут рассчитывать на два дополнительных балла к ЕГЭ. Иногда это решающий балл, который позволяет им двигаться в рейтинге выше и иметь большие шансы для поступления. Ну, и наш вуз регулярно проводит наш такой внутренний, хотя он открытый, да, интеллектуальный турнир Содружества наук. Если человек стал участником этого турнира, стал и лауреатом, участником, то он получает, да, получает тоже дополнительные баллы. Об этом всегда есть на нашем сайте, и через школы мы стараемся информировать наших выпускников колледжей, школ, что такая возможность тоже есть. Ну, и, конечно же, помимо вот этих, ну, олимпиадники — это особая история, есть общероссийские правила, и победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад, которые в список правительства России входят, а им, так сказать, они получают результат как бы 100 баллов. Вот мы им даем, как будто мы сдали ЕГЭ на 100 баллов. Ну, и, конечно же, еще нужно сказать про такую категорию абитуриентов. То есть те, кто закончил школу с золотой или серебряной медалью, еще понятие аттеста с отличием, те, кто закончил колледж с дипломом с отличием, как говорить, с красным диплом, то они получают 10 баллов за свои индивидуальные достижения. Вот эти индивидуальные достижения, которые мы назвали, они прибавляются к баллам, которые ребята получили на ЕГЭ или на внутреннем вступительном испытании. Так что это тоже важно. Информация есть на сайте, и любые каналы связи тоже можно использовать, чтобы ее уточнить. А вот давайте поговорим про преимущества вообще вашего вуза, да, то есть по поводу того, что, например, вы постоянно входите в какие-то рейтинги. Вот, например, была такая информация, что политехнический университет вошел в рейтинг Times High Education, что это такое? Рейтингов очень много. Конечно, рейтинги для нас и участие в них не самоцель, но всегда приятно понимать, что работа команды слаженной, да, под руководством нашего ректора Андрея Викторовича Твардовского дает свои плоды, и нас замечают не только на всероссийском уровне, но и на международном. И в этом году мы отметились в ряде престижных международных рейтингов, вошли в рейтинг Times High Education. Это один из самых топовых рейтингов, которые на счету Министерства науки и высшего образования России. Там достаточно мало вузов, и среди них мы занимаем хорошие позиции. Это впервые мы вошли в рейтинг QS. Это тоже один из таких столпов рейтингов, которые на уровне страны признаются. Ну и, безусловно, мы говорим о том, что есть рейтинг RUR, так называемый Round University Ranking, в котором мы тоже уже который год участвуем в разных предметных и в общих рейтингах, и рейтинг ARES, Европейской торгово-промышленной палаты, где мы входим в топ-100 российских вузов, рейтинг Интерфакса, где мы входим в предметы, рейтинг по химической технологии, о котором я уже говорил. Каждый год рейтинги обновляются. Многие из этих рейтингов, ну чтобы, опять же, слушатели, зрители понимали, многие рейтинги не субъективные, а объективные. То есть они опираются на выгрузку из научной деятельности наших преподавателей и ученых, они опираются на какие-то финансовые показатели, на показатели наших студентов. Эти показатели интегрируются, и получаются те позиции, которые мы имеем. Каждый год мы стараемся подниматься в этих рейтингах, но всю подробную информацию можно прочитать на сайте. Мы гордимся тем, что вот такая работа, она замечается, и мы движемся вперед. Хорошо, что вы сейчас сказали про преподавателей, которые обучают. Вот что можно сказать про команду вашу? Ну, что она очень высоко квалифицированная, что много докторов и кандидатов наук, что люди участвуют в научных исследованиях, что их результаты включают в учебный процесс, что индивидуально работают со студентами, что есть опытные, зрелые, а есть молодые, которые своим задором заражают студентов. Так что политех — это большая семья, и мы всегда работаем. Они близки к нашим инновационным процессам. Студенческое научное общество работает. Собственно, на каждом факультете создано студенческое научное общество, которое вместе с преподавателями в рамках научных школ осуществляет деятельность. Это шикарная лаборатория по биотехнологии, по химической технологии. Это центр инновационного развития «Технополис», где ребята программируют роботов, создают собственные опытные образцы, занимаются аддитивными технологиями, 3D-печать, лазерная резка. Все это студенты имеют возможность получать дополнительно либо в рамках учебных программ. Мы перешли к тому, что есть же какая-то база, то есть в чем действительно преимущество, например. И я так поняла, что внеучебная работа тоже высокий рейтинг имеет. Мы стараемся всеми нашими силами сделать так, чтобы в ВУЗе студенту было не только полезно учиться, потому что это по факту основное. А чтобы были большой семьей. Но чтобы политическая семья развивалась, чтобы человек, который закончил образование, по факту был не только высококвалифицированным специалистом, но и настоящим гражданином, хорошо воспитанным, имеющим дополнительные компетенции, которые ему помогают в жизни. А для этого в ВУЗе есть все возможности. Мы стараемся, во-первых, поддерживать все студенческие объединения нашего университета. Это и хореографические, и педотряд, и молодежные медиаредакции, туристический клуб. Ну, порядка 30, я, наверное, всех не перечислить. Очень активно ведется работа. Мы стараемся также развивать нашу инфраструктуру. Мы открыли и сейчас вот в процессе обновления у нас каворкинг, то есть такое общественное пространство для студентов наших студобеденений, где они могут работать, встречаться, проводить мастер-классы. Это обновленный спортивный зал Тверичанка, это инфраструктура, онлайн-форумы. Ну, в данной ситуации пандемии, конечно, мы вынуждены нашу внеучебную работу перевести в онлайн, но мы не снижаем оборотов. Например, День открытых дверей онлайн, который каждый из наших слушателей может, собственно, посмотреть и сейчас, зайдя в группу и на сайт университета, посмотрело более там уже 7 тысяч человек. Буквально на следующей неделе стартует образовательный лагерь, так называемый лагерь Протасова. Название мы сохраняем, седьмой ежегодный лагерь для студентов-активистов, но мы решили его сделать открытым, поэтому сегодня-завтра появится в официальной группе ВКонтакте регистрационной формы. К нам можно присоединиться, к дружной студенческой семье Политеха, послушать мастер-классы, тренинги, встречи с интересными людьми, о России, стране возможностей, о что, где, когда, о научной коммуникации. Будут очень много интересных лекций. Мы стараемся не снижать планку и поддерживать наших студентов во всем, чтобы они по итогу стали всесторонне развитой личностью. Как бы это банально не звучало, но это правильно, это так и должно быть. И, безусловно, чтобы они имели те компетенции, которые позволят им в дальнейшем стать руководителями грамотными или, наоборот, найти себя, может быть, где-то еще, применение своих талантов. Это очень важно. Это дает возможности самому определить в себе наиболее сильные стороны. И так было на протяжении всех 100 лет почти история нашего вуза. Вот, кстати, скоро будет 100 лет. Я так в продолжение могу привести пример. Одна из девушек, которая была нашим оператором студенческого телевидения и биотехнологам по основному образованию устроилась работать в Роскосмос, где, собственно, создавала сюжеты о биотехнологических экспериментах на борту Международной космической станции. И дал ей, что вуз дал. Он ей дал базовые знания по биотехнологии и компетенцию видеооператора, видеоинженера. Это очень здорово, когда у нас студенты могут совмещать эти вещи и получать отличный результат. Ну вот, я уже сказала про 100 лет. Вы как-то готовитесь к этому знаменательному событию? Ну, конечно. Будет, наверное, скоро программа разработана. Да, все-таки 100 лет вуз работает. Десятки тысяч выпускников. Я не могу сказать еще, не могу не сказать о том, что династии целые к нам приходят. Конечно, сейчас чаще присылают документы, чем приходят. Но я говорю о прошлые годы, что не только папа и мама, но даже бабушки и дедушки приводят внуков, которые учились в нашем техническом университете, кто-то еще в Калининском политехническом институте. И вот этот дух вуза, он очень важен. Как мы говорим, политех — это вуз для всех. В том плане, что можно найти специальность или направление подготовки любого профиля. Что есть, так сказать, юношеские, наверное, на масштабном факультете 80% ребят учатся. Есть там, где девушки больше учатся. Есть такие программы для поступления, на которых нужны очень высокие баллы ЕГЭ. Есть, где можно со средними результатами поступить, но потом развиваться, реализовываться в нашем вузе. Поэтому это вот такой живой организм, это целая вселенная, где человек может найти и профессию, и получить важные, очень дополнительные, в рамках неучебной работы, компетенции, как сейчас говорят, и обязательно найти друзей на всю жизнь. Так что в этом плане, вот, мы народный университет, который любят, знают, с любовью называют политехом. И мы надеемся, что вот новое поколение студентов вольется в нашу дружную семью в этом году. Ну, а те, кто поступит в этом году, конечно же, будут непосредственными участниками столетия вузов в 2022 году. И уже сейчас, уже сейчас у нас первые шаги предприняты. Ну, во-первых, и, скажем так, ситуация нас к этому сподвигла, но и столетия, безусловно. Музейный комплекс существует в университете. О комплексе сейчас поговорим чуть попозже. Прерываемся и вернемся потом в студию. Ну, дорогие друзья, мы возвращаемся в студию программы «Тема дня». Сегодня у нас в студии Леонид Геннадьевич Григорьев, ответственный секретарь приемной комиссии Тверского государственного технического университета, и Александр Федорович Иваников, проректор по воспитательной и социальной работе Тверского государственного технического университета. Время подходит к концу нашей программы. Нам нужно определенные, скажем, подвести итоги нашего разговора. Но прежде, Александр Федорович, мы с вами не договорили по поводу значит, университетского музея. Музейный комплекс, три музея. Музей истории университета, музей природы Тверского края и геологии Тверского края, и отдельный музей, уникальный музей по российским масштабам, музей Торфяного дела. Вот все эти музеи сейчас любой слушатель, любой зритель может посетить в онлайне, пройти экскурсию, почитать об экспонатах. Все это сделано в удобном формате. На сайте университета есть специальный раздел музея. Даже есть книга отзывов в электронном виде. Поэтому любые наши выпускники с каждой точки мира могут зайти на сайт вуза и посетить этот музей. Это вот наш первый шаг к нашему столетию университета. Леонид Геннадьевич, давайте подведем итоги. Все-таки сейчас главная тема приемная кампания. Успокойте родителей, подготовьте будущих абитуриентов. Вам слово. Я хочу сказать, что у нас в вузе много бюджетных мест, много разнообразных образовательных программ. И экономикоуправленческие, и технические, и инженерные, и компьютерные, и экологические. Вся мощь технического университета работает на благо подготовки специалистов. И может быть особенность нашего вуза в том, что, например, те, кто учится у нас на гуманитарных специальностях, получают очень серьезную, например, компьютерную подготовку. Благо, есть целый компьютерный факультет. А те, кто учится, например, на технических образовательных программах, получают великолепный опыт в области маркетинга, экономики, потому что есть такой синтез. Много бюджетных мест, я еще раз повторю, набор огромных образовательных программ. Политех — это вуз для всех. Приходите. Ну и, конечно, если что-то непонятно, звоните, пишите, приезжайте. Мы ответим на все ваши вопросы и обязательно найдем для вас какой-то максимальный, подходящий для вас вариант. Александр Федорович, ставьте жирную точку в конце нашего разговора. Что я хочу сказать. Вот, кстати, по поводу диплома. Будет ли он ценным настолько, скажем, в перспективе, будет ли реализован человек? Людям, поступающим в политех, мне хотелось бы сказать, что политех — это вуз, который обладает качественным образованием, основательной наукой, яркой внеучебной жизнью и, безусловно, хорошим трудоустройством по окончании обучения, потому что специалисты, которых воспитывает наш вуз, трудоустраиваются, многие из них уже между третьим и четвертым курсом в рамках летней производственной практики. И поэтому выбирайте правильно. Время подходит к нашей программе к концу. Спасибо всем, кто нас слушал. Если будут какие-либо вопросы, обязательно, либо в социальных сетях ищите Тверской государственный технический университет, либо обращайтесь в приемную комиссию. Не бойтесь, даже самые, какие, как скажем, вопросы, сложные ситуации будут разрешены. Будут разрешены. Самое главное, наберитесь спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Это была программа «Тема дня». Всего доброго и, конечно, всем абитуриентам удачи при поступлении на высшее образование, в частности, в Тверской государственный технический университет. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова